Погода какая хорошая у нас Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Услана Лудисад. Ну что, вот сижу я тут, что называется, яблоки режу. У нас яблочный год. И вот сижу с кастрюлькой, нарезаю яблок, сушить, пастилу делать. Видите? И так постепенно на своей скамейке передвигаюсь по огороду. И то там, то здесь собираю урожай. Поэтому сегодня видео про огородные дела. Вот. Ну а я буду продолжать собирать яблоки. Погода хорошая у нас стоит. Можно сказать, очень-очень теплая, сухая. Смотрите, как наливаются яблоки. Яблоня мантет. Мы редко рассказываем об урожаях. Там яблок, слив, вишен. Все чаще о других культурах. Яблони свои всегда лечу, всегда спасаю. Потому что, например, мантет. Яблоки, которые поражаются очень сильно паршой. Ну, это заявлено в его таких особенностях сорта. Ну, трехкратная обработка. Я вам всегда это тоже рассказываю. Если кто постоянно смотрит, и яблочки получаются чистые. Да, червячок кое-где есть. Хотя тоже были обработаны и от плода жорки. Ну, как говорится, червивое яблоко говорит о том, что оно экологически чистое. Переходим к другой яблони. Поглядите, что здесь творится. Только бы ничего не сломалось, у нас все на подпорках. Яблоня-звездочка. Среднего срока созревания начинает созревать к сентябрю месяцу. Но в этом году все намного раньше. И яблоня-антоновка. Вот сколько яблок на Антоновке. И что удивительно, у нас все годы яблони старые. Больше 30 лет. Все годы яблоки были через год периодичностью. И второй год подряд яблоки есть каждый год. Что удивительно. В прошлом году Антоновка хорошо плодоносила. В этом чуть меньше. Но нам этого предостаточно. А это малышка на карликовых подвоях. Старинный сорт папировка. В этом году она дала такой огромный урожай. Очень много уже скинула под яблоней. Что яблоки получились не крупные. Бывает так, что яблок поменьше и они очень крупные. Но папировка быстро отойдет. Самая, наверное, быстрая яблоня. И еще неделька яблоки станут совершенно мягкими. А сейчас они прям светятся на солнышке. Как будто бы, знаете, на просвет просвечивают. Так что мы в этом году с яблоками. И с сушеными, и с пастилой, и с компотом. И едим, и трескаем их каждый день. Видите, какой урожай? Просто какое-то богатство. А здесь я сижу, помидоры собираю. Тоже сидя, потому что очень большая нагрузка на меня везде. Вон сколько помидор. В одной теплице собрала, теперь в другой. Помидоры хорошо зреют. О моих помидорах я сняла целый ролик. Ну, просто просили, какие сорта заслуживают внимания, какие нет. Я прям сняла ролик, не могу даже его что-то выставить. Я вам очень подробно расскажу. Вот, действительно, из года в год. Север Ленинградской области. Какие сорта у нас плодоносят очень хорошо. Какие хуже, какие вообще не буду выращивать. Я обязательно вам этот ролик сделаю. Ну, а сейчас нужно собрать. Делаю кетчуп в основном, да. Собираю семена для моего интернет-магазина. Только с проверенных. Только те семена, которые действительно заслуживают внимания. И опять-таки, не один год, а вот прям из года в год. Из новичков тоже есть, у кого собирают семена. Ну, уж просто очаровали своим урожаем. Сейчас быстренько пробегусь и собираю. Одним словом, свой урожай. Но много не беру, потому что у меня очень много томатов крупных, а они плохо лежат. Поэтому их нужно собирать и сразу что-то с ними делать. Ну, а маленькие черрики всякие разные, они маринуются по моим рецептам, которые есть на другом канале Луди Свет. Тоже рецепт все проверенный. Вот и так на своей скамеечке передвигаюсь от одного урожая к другому. Ну, а теперь про скамеечку. Посмотрите, какая у меня обновка. Я у Борисовича видала наподобие ящик для инструментов. Он тоже как бы с сидушкой у мужчин. Открывается, и там лежат инструменты, выдвигается отсюда что-то. Я уже хотела отжать. А оказывается, для нас, садоводов, придумана вот такая замечательная скамеечка. Смотрите, здесь у меня все под рукой. Ножницы, там какие-то маркеры, мензурка, мало ли удобрения отвешивать. И веревка. Знаете, чем она удобна? У меня еще есть скамейки, но тебе пошире. И вот здесь вот с железными штуками. И если вот так хорошо сидеть, ну, вот так вот, то вот так сидеть плохо. Ну, то есть, когда я вот так сажусь. А так она очень узенькая. Подходит для любых дорожек, не только широких. И можно сеть, ну, как на коня, например, да, а не поперек. Вот это удобнее. И слезать с нее удобнее. В других железных скамейках вот эти боковушки очень мешают. Ну, и ящик. Согласитесь, пошел работать. У вас здесь все при себе. Не потеряйтесь. И кроме того, прекрасно эту скамейку можно перевернуть. Работать на коленках. Если вам так удобнее. А вот эти вот ручки, они служат для того, чтобы вы легко поднялись. Видите, здесь такой мягкий материал, вспененный, который коленочкам придаст, ну, такую упругость, мягкость. И в то же время, чуть-чуть выше вы намного дорожки, поэтому классно. Я пробовала и так, и так. Ну, я на коленках работаю, в наколенниках. А вот как вот такая скамейка просто мне зашла полюбовно, что называется. Посмотрите, какая классная штучка. И яркая, и отличная. Легкая. С собой не надо перейти никуда. Очень легко и очень удобно. Правда, все под рукой. Так что пошла дальше. Сидеть и снимать урожай. Ну, а про помидоры. Ну, естественно, что я уже и намариновала, и всего тут вам наснимала. Но помидор в этом году шикарно. Это понятно, что я даже вот специально их тут не держу для съемок. Хотя вот посмотрите, сколько спелых. Очень хорошо спеют. И до самого почти верха помидоры спелые. Макушки всем отрезаны. Я уже рассказывала в своем телеграм-канале. Какие-то бомбы в этом году. Просто сумасшедшие помидоры. Сладкущие, вкусные. Ну, что говорить. Солнца у нас много. Видите, вот они. Солнца много, лето хорошее. И завязались они отлично. Я не успеваю это все тут снимать. Вы смотрите, сколько помидор. Вот. Вот, вот, вот. Вот, вот. Уже даже до верха они зреют. Такие прямо лопают. Честно вам скажу. Ну, что, собираюсь с самых проверенных семена. Вот. Очень хорошо уже созрели. Там некоторые сорта совсем прямо снимаю, снимаю. Вон зеленая тайна личинки прямо лопает и сочится. Одним словом, посмотрите, какие кисти шикарнючие. Правда, лиски нос тоже хорошо уже подъели. В общем, помидоры вот постепенно хожу. Наберу таз, пойду переработаю. Наберу, пойду переработаю. А где же времени-то взять? Вот на это все переработаю. Ну, приду еще поем вот таких чериков. Что тоже вкусно. Согласитесь? Какая, какая прелесть. Конечно, тут вот черики-то они подъедаются быстро. То так придем поедим. Видите, как ничего не собираю здесь. А все приходят и клюют. Вишневый водопад уже полностью съеден нами. Ну, это и радостно. Это и хорошо. Ну, вот до самого верха. Посмотрите, тут уже на самом верху. Поэтому помидор в этом году много. Ну, а по сортам сниму ролик. Огурцы, дорогие друзья. Как меня ругали многие, что я не так сажаю огурцы. И у меня не будет никогда урожая. Что только не писали. Урожай отличный. Я даже уже... Мне не надо вообще этих уже огурцов. Ну, хочется, чтобы подольше были. Чтобы кушать подольше. А так, производственная программа по консервированию огурцов она полностью выполнена. Сто процентов. Ну, а как видите, огурцы еще идут. Уже есть клещ. Да, я уже обработала два раза биопрепаратами все. Кстати, переходите на телеграм-канал. Все это показывала подробно. Вот, есть некоторые болезни. Но помидоры идут и идут, идут и идут. И вот тут кое-какие подзавяли лианы. Но помидор... Ой, огурцы, господи. Огурцы идут, идут, идут и идут. А здесь у меня рос один арбуз. Вот еще один остался. Видите, какой красавец. Но он еще, боюсь, не подспел. А один арбуз мы съели 9 августа. Сыну был день рождения. И я вам сейчас покажу кадр, какой он был. В общем, арбуз мулат. Это из профсемян, которые есть у меня в магазине. И я уже закупила эти семена для того, чтобы и у вас так рано смогли удаваться арбузы. Потому что мы на Северной Ленинградской области. Ну, вот лето более-менее хорошее. Поэтому арбузы... Я думаю, что у меня второй арбуз тоже поспеет. Ну, что, девочки, пришел момент снять вот этот арбуз. Тяжеленный, блин. Потому что, смотрите, кончик совсем высох. Вот здесь все сухое. Плеть даже вся высохла. Держать его толку нет. Это во-первых. Во-вторых, сегодня день рождения сына. Самое то, снять этот арбуз. В-третьих, прошло... Сейчас вот я первого числа хотела снять. Было 40 дней. Ну, сейчас около 50 дней после завязывания. Вот здесь, видите, еще все такое жирненькое, живое. Плесь живая. Пусть висит. Ну, а этот решили сегодня снять. Ну, даже если ничего не получится, все равно интересно. По весу, девочки, вон, два, почти 300. Я говорю, что небольшой, но очень тяжелый. Девочки, я начала резать, аж просто треснул. Не знаю, как на вкус. Интересно. Сейчас мы попробуем. На цвет, ну, не ярко, красный, ну, не малиновый, я имею в виду. Ой, красненький. Что я вам хочу сказать, девочки. Заметьте, семена все черные, видите. Нет ни коричневых, никаких. Хочу вам сказать, что он сладкий. Представляете? Ура! Не могу сказать, что он там приторно-прит... Но сладкий, вполне съедобный арбуз. Посмотрите, какая вкуснота. Сейчас сыну там попробовать. С перцем истории. Никак они не зрели. Ну, тут по парочке сняла и все. Как вы думаете, поставила ведро яблок еще вот здесь вот ведро было. Выкинула сейчас новых наберу падалицы. И действительно, мои перцы стали зреть. Вот здесь вот перцы все из профессиональных семян. Вот, вот красные. Ну, я вам все это показывала. Неужели хоть сколько-то перцев будет и у меня? И эти семена тоже будут в моем магазине разные всякие. Здесь вот, правда, мы подъели хорошо. С двух кустов перцев. И забор хорошо нам дал и красные заборы. Вот такие вот заборы, да, и желтые, и красные. Вот, заборы. Там лисичку хорошо подъели. А вот эти вот крупнющие только-только начали зреть. Ну что, борьба здесь была не на жизнь, а на смерть с треей. Ну, вот такое ощущение, что опять начинается. В общем, обрабатывала бетоксибацелином вместе с фитовермом и вместе с липидоцидом. Какое-то время останавливается. А сейчас, мне кажется, опять начинается. В общем, дорогие друзья, всякой напасти. Но все равно по перцам я более-менее довольна. Переходим в эту часть огорода. Здесь наводили порядок. Вот еще навожу порядок, вернее. Здесь мы обрезали клубнику. Две гряды, да. И провела обработку от заболеваний и от клеща клубнику. Здесь у меня растут вот такие декоративные капусты. Кстати, тоже из моего интернет-магазина. Но они станут очень декоративными в сентябре, когда начнет холодать. Уборка лука была. Ну, про лук я вам показывала, про чеснок показывала и говорила про свой результат. Отличный результат. 12 ведер лука нам хватит и на семена, и везде. Смотрите, грядки оставшиеся, да, от лука у меня заняты по краям свеклой. Я всегда вам показываю, говорю, что свеклу сажаю по, вот так вот, по периметру грядок. Не занимаю отдельную грядку. Там побольше, но по чесноку были посажены. И теперь сидираты я не сею, а вот грядки закладываю всей той травой, которой сейчас очень много будет. Это покажу вам на другом, еще другой части огорода. Сидираты не люблю. Вот я вам сейчас, это, наверное, плохо, я с вами соглашусь, но обхожусь без сидиратов. Эта трава вся подсохнет, подпреет, и она потом сюда же уйдет в оборот. Еще будет перегной, и грядки вместе с этой травой я перекопаю. И это будет являться отличным органическим удобрением. Ну что, свекла отличная. И даже, знаете, как бы я сказала, больше и не надо, но она же наливается. Разные сорта. Кстати, тоже из голландских семян. Пронто и Пабло. Есть еще Бэби Бит. Вот она, вот она здесь, вот она и поменьше есть. Она не перерастает. И наша цилиндра любимая. Ну, я думаю, что свекла урожая я вам потом покажу. Будет все хорошо. С кабачками не так все хорошо. Мучнистая роса на них постоянно нападает. Я вам сейчас покажу, чем пользуюсь. Я ее сдерживаю. Вот видите, на листьях я устала уже обрывать. А вот эти вот более чистые, хотя все равно есть мучнистая роса. Чем пользуюсь? Показываю вам, как есть. Серное мыло Теобаш от Башенком. Развожу его и прямо с лейки поливаю. Вот уже вторую бутылку использую, потому что, сейчас объясню, почему столько много у меня ушло. Это защита от болезней, от вредителей. В общем, такой более натуральный препарат, потому что, ну, химии же не будешь обрабатывать эти мучнистые росы. Ничего другое особо не помогло. А вот уже за Кузнецова, второй год, кстати говоря, я пользуюсь. Но в прошлом году не было как-то такой мучнистой росы, как в этом году. Мало ли у вас такое. И вообще любые другие болезни. Здесь уже есть прилипатель. Ничего делать не надо. И вот смотрите, если камера сфокусирует. От паутиного клеща тлей, клопов, щитовок действуют. И от мучнистой росы. То есть сразу, представляете, какая. И вот я слейки поливаю. И смотрю, опять вот тут все хорошо. Потому что эта мучнистая роса, опа, перешла здесь на тыквы. Вот почему у меня много ушло этой препарата. Теперь давайте посмотрим на урожай тыков. Тыквы я не сажала, эти конкретно, и не сеяла. Тыкву я, вернее, знаете, как сажала. Зимой, в феврале кидала тыкву в сугроб. Все это показываю уже, наверное, третий год. Кинула две тыквы в сугроб. Вот видите, тоже мучнистая роса. Тоже хожу, поливаю. Одну сюда, другую вот туда. И забыла. Больше ничего мы и не делали. Пахали, сажали картошку. И тыквы сами взошли. Я маленько их тут выдергала. Оставила тут по несколько штук. По-моему, здесь три было, там две. Посмотрите на это чудо. Посмотрите. Кому карету? Приезжайте. Всем выдадим по карете. Я не знаю, что с ними буду делать с такими огромными тыквами. Но, правда, результат превзошел все ожидания, я вам скажу честно. Ну, посмотрите. Тут килограммчиков, как вот там, тут. И вот это. Ну, под 30, наверное, точно будут. Ну, под 20, то уж точно. Посмотрите, какая это красота. Ну, вот. Поэтому тиабашем здесь поливала и ушло у меня две бутылки. Теперь картофельное поле. Посмотрите, мы все срезала. На днях я всю скосила, всю ботву. Вот. И мы убрали. Травы у нас было мало, всего одна куча. Вот. Потом после картошки ее разбросаем, и она высохнет и сожгем. Так что все. Картофельное поле готово к выкопке картошки. Сейчас неделька еще постоит. Ну, потому что знаю, чтобы кожурка была хорошая. И мы выкопаем картошку. Вот тоже вам показала. Так что варюсь. И, кстати говоря, на огурцах тоже немножко было. Поэтому тиабашем все обработала. Еще сейчас полью. Теперь баклажаны. Вот. Они баклажаны. Ну, не скажу, что все хорошо, но, кстати, баклажан мы собрали много. Ну, вот это вот увядание, вот это, да, оно у меня было. Я поливала вначале. Клещ тоже был. Ну, вот смотрите, я иду. И, кстати говоря, здесь кабачки поливаю, и потому что помогает. Соберу урожай и тоже здесь поливаю прямо по верху. Видите, клеща нету. Кстати, вообще надо наполивать очень сухо. Так что баклажан мы собрали. Ну, для нас хороший результат. Ничего не могу сказать. Вот. Видите, только что тут собрала детям все. А так еще вот верх весь есть. И каждый день я собирала баклажаны. Очень хорошо собирали баклажаны. Вот. Они, считайте, что растут. Вот в таком парнике. Чуть-чуть с северной стороны прикрыты и растут. Вот. Капуста. Вы знаете, за капусту в этом году мало ухаживала. Хотя город у меня сельский, трава есть. Поэтому, кто пишет, не обращайте внимания. Вот это капуста. Мегатон. Вот эта капуста, я вам скажу. Она уже здесь огромная. Качаны огромные, да? Но она же еще вырастет. Эта капуста в таких поздних сроках. Вот. Мегатончик. Семена тоже закупила. Мегатон, килотон. У кого вот болезнь. Поглядите, какие огромные. Вот эта капуста. Не помню, какая. Тоже из голландских семян у меня в магазине. Даже не была прикрыта. Но сегодня качан сниму. Четыре кочана сняли таких же огромных брокколи. То есть, обычно мы вот закрываем вот так, да? Ну, чтобы она была белая. Ничего не закрывала, даже не видела. Вот здесь вот еще зреет. Вот. Здесь еще капусты. И даже достаточно чистые. Вот. Ну, артреи еще какие-то. А вот белорусская не удалась от слова совсем. Ну, такая средняя. Морковь. Кстати говоря, чистая. У меня без мухи, без всего морковка. Вот. Здесь растет и сливы. Посмотрите, начинают. В этом году урожай слив начинают зреть тоже. Слушайте, достаточно рано. Ну, вот. На все сливки тоже будут. Ну, и показываю вам вот грядки из-под лука. Видите, как я делала? Вся ботва от кабачков, от тыкв. Потому что, раз тыквы я обрезала все плети, ненужные складываются тоже на грядки. Вот сюда. Вот. И все это дело подсыхает, подплевает. И сюда же, вместе с ботвой моркови, свеклы и уйдет. Одним словом, все это перекопается. А здесь, бедолаги, надо вас срочно полить. Посмотрите, в этом году, что творится с перцами, с урожаем. Такие они все красотуны. Все завязались. Завязались, посмотрите, что творится. А это вообще красота. Я любуюсь, хожу как на экскурсию, сама к себе. Вот. И каждый, каждый куст дал много-много перцев. Ой, надо срочно полить. В горшках все быстро пересыхает. Дорогие друзья, вот посмотрите. Посмотрите, какое изобилие острых перцев. Какая это красота. Правда же? Красота красотенная. О, сколько пуговок. Где пуговки? Где вот такие вот перцы? Вот это красота. Я вот так вот покажу вам все-все-все-все-все. Все перцы. Кто-то есть очень поздний, но в основном в этом году. Ну, горячая вишня какая. А здесь-то сколько, мама дорогая? У меня здесь еще не очень удобно. Фасоль. Посмотрите, что творится. Сколько. И, кстати говоря, это сладкий перец. Сладкущий. И он растет вместе с горьким. Кто говорил, сладкий-присладкий. Ем каждый день. Просто вот так стручок. И ничего с ним не случилось. Тут тоже вот все падает. В перцах и аджики. А здесь вообще миллион. Вот это все буду вам высылать. Вот, перепири. Посмотрите, какой он малышок. Ну, очень остренький малышок. Так что перцев огромное количество. Не так давно сажала салаты по новой рассаде. Кстати говоря, голландцы великолепно растут. Супер. Вот никто не съел руколу, но я ее не выбрасываю. Я листики сниму, засушу. И все уйдет в мою приправу вегето. Прямо можно с мангольдом. А тут обхожу с другой стороны, как царство. Какое-то интересное. Ну, вот, дорогие друзья, показала вам свой урожай. И яблоки, и сливы, лук с чесноком, арбузы. Что еще? Томаты. Огромное количество огурцы. В общем, всего мы наросли. Свекла с морковью. Ну, когда соберу, покажу вам, что получилось. Даже перцы, которые у меня не растут, все-таки выросли. Ну, а в саду продолжается буйство цветов. Гортензии уже пришли. Такое состояние красивенное. Про это тоже расскажу. Может быть, следующий ролик просит про гортензии. Вот такая красота. Так что потихонечку уже, видите, сами урожай собирается, перерабатывается. Еще нужно потерпеть, как я говорю, пару месяцев. И, наверное, закончится наше лето и закончится переработка урожая. Вам тоже желаю, дорогие друзья, чтобы ваш урожай вас не подводил. А вы были довольны, ну, например, как мы. Лето удалось, урожай не подвел. Ну, потому что мы трудились, честно говоря, на славу. Не ленились. И я вам все-все, все процессы я показывала. Теперь в связи с такими ситуациями сложными, о которых все там говорят, да, всегда вам говорю, переходите на Телеграм-канал. Ну, я, честно говоря, уже пробую и на Рутуб загружать видео, хотя там все очень долго. И на Дзене. Все те же видео есть на Дзене. Поэтому ВКонтакте, ВК-контакт, ВК-видео, да, на моей странице в сообществе Лоди Сад тоже теперь стал выставлять видео. Ну, просто люди просят, кто-то на одной площадке смотрит, кто-то на другой. Но у меня Ютуб от сотовой сети работает. Неизвестно, что будет дальше. Пугают вообще какими-то страхами о том, что интернет совершенно вообще отключат. Не знаю, куда это ведет. Ну, в общем, так. И напоминаю вам, что магазин по продаже семян у меня открыт. Там вы увидите и семена, и цветов, которые я всегда вам показываю, и овощей, многих из тех, которые я выращиваю в этом году на пробу. Но останусь с ними навсегда. Переходите в сообщество ВКонтакте, Лоди Сад, и там есть интернет, мой магазин. И вы тоже можете заказать такие семена. Все, дорогие друзья, желаю вам мирного неба над головой, крепкого здоровья. И до следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok